Друзья мои, всем привет! Сегодня мы готовим очень вкусный пирог с малиной, но его также можно делать и с любыми другими ягодами, желательно, чтобы они, конечно, были кислые, потому что сочетание нежного сладкого теста с кислоягодой просто идеально. Кстати, такой пирог можно готовить как из свежей, так и из замороженной малины. Нам понадобится малина, мука, крахмал, разрыхлитель, яйца и сливочное масло комнатной температуры. И сначала мы берем яйца и разбиваем их в чашу миксера или в какую-то глубокую миску, в которой вы будете взбивать яйца. Миксер нам здесь точно пригодится, без него, кажется, обойтись не получится. Начинаем взбивать яйца, взбиваем их примерно секунд 30-40 и потом начинаем добавлять сахар. Сахар здесь используем обычный белый. Затем взбиваем яйца с сахаром до пышности, они должны сильно посветлеть и увеличиться в объеме. На это у вас уйдет примерно 7-10 минут, в зависимости от мощности вашего миксера. И затем, когда масса уже станет пышной и белой, начинаем добавлять сливочное масло. Масло добавляем постепенно, по столовой ложке, взбивать при этом не прекращаем. Здесь обращаю ваше внимание на то, что масло нельзя растапливать в микроволновке, то есть оно должно быть размягченное, а не растопленное, не жидкое. Дальше, когда яйца с сахаром и с маслом у нас забьются, мы добавляем муку вместе с разрыхлителем и снова хорошенько перемешиваем тесто. Это можно сделать с помощью миксера очень быстро, или просто перемешать тесто с помощью лопаточки или столовой ложки. Все, тесто у нас готово, теперь переходим к ягодам. Так как я использую замороженную малину, я посыпаю ее столовой ложкой крахмала и перемешиваю так, чтобы каждая ягодка была покрыта крахмалом. Если вы используете свежую малину, и она у вас не очень сочная, то есть не течет и не размокает, этот шаг можно пропустить. Дальше мы просто вываливаем ягоды в тесто и аккуратно перемешиваем. Аккуратно и особенно, если у вас ягоды свежие. Так, чтобы ягодки остались целыми и не раздавились от ложки. Дальше просто выкладываем тесто в форму для запекания. Я использую силиконовую форму для запекания, но все равно прокладываю ее бумагой для выпечки, потому что так легче достать пирог. Мне просто так удобнее. Убираем пирог в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 40 минут. Посмотрите, какая красота! Он очень вкусный, я уверена, что он вам точно понравится. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok